Характер вызнала, характер ой какой, я не уважила, а он ушёл к другой. Привет, девчонки! У нас сегодня невеста с такой родословной, да, младшая дочка Василия Макаровича Шукшина. А пришлись на неё бороться оценители русской красоты Ильсур, Владимир и Константин. Ну давайте сначала встретим невесту Ольгу. Здравствуйте. Единственным и главным смыслом всей своей жизни, я считаю, стать достойной дочерью своего великого отца. Со мной мой родственник Даниил. Приветствуйте. Проходите. Ольга, 46 лет. Дочь русского писателя Василия Шукшина. Занимается исследованием творчества своего знаменитого отца и производством бездрожжевого хлеба. Гордится своей родословной, мечтает помириться с матерью. После рождения сына Ольга ушла в монастырь, где прожила 15 лет. В надежде замолить свой грех, разыскала отца своего ребёнка, чтобы стать его законной супругой. Но, посмотрев ему в глаза, поняла, что у них разные пути. Ольга не сможет ужиться со слабым мужчиной, никогда не простит предателя и не станет содержать Альфонса. Познакомится с честным, верующим, хозяйственным человеком, который станет ей надёжным другом по жизни. Смотрите, пожалуйста, от нашего стола к вашему столу. Это вот этот самый бездрожжевой хлеб? Да. Спасибо большое. А он ещё нам такого не дает? Нет, вообще. Во всяком случае, он не вредный, я тебе хочу сказать. Ну сколько съешь? Ой, какая красота. Спасибо, Олечка, большое. Какая она классная. Как она хорошо выглядит. Знаешь, кто пришёл тебя поддержать? Помнишь блистательную артистку, народную артистку Советского Союза Тамару Сёмину, которая играла с твоим папой в фильме «Два Фёдора»? Конечно. Вот она пришла, представляешь? Тамарочка! Спасибо. Молодец она, очень хорошо выглядит. В середине 80-х, когда я была нищая, голодная, и мне негде было жить, мы с тобой ехали из Питера в Москву. Да. И я первый раз в жизни осознала, что я завистливая. Поезд подъезжал к Москве, было холодно, раннее утро, и я думаю, вот счастливая, пойдёт сейчас домой, дома мамка встретит, есть где спать, котлетки, наверное, какие-то с пюре. А мне гостиницу не оплачивали, потому что я приехала на один день, а друзьям было в 8 утра, неудобно звонить. И мы так с тобой на перроне попрощались, а у тебя, наверное, в голову не пришло меня просто пригласить, потому что, ну как, я уже снималась, да, меня уже знали. Вот теперь моя версия, потому что она действительно, ну, ключевая была в жизни девчонки, там, не знаю, 8-й, 9-й класс, когда открываются двери купе, и входит кумир, кумир 80-х. И кумир выглядит так, рваные какие-то джинсы, большой с мужского плеча, такой серый свитер, короткая стрижка, 40 килограмм, от силы такая, и дальше-дальше продолжается, она говорит, куришь, я растерялась, ну, я пойду покурю. И я из-за ней, конечно, туда, в этот самый, потому что надо уловить каждый сантиметр этого кумира. Володе, ее надо счастливить, эту женщину надо счастливить. А Лариса как раз представляла собой образ, знаете, это не то, что там советская актриса, она выделялась на этом фоне. Это человек, совершенно принадлежащий космосу, и Голливуду, и Франции. В общем, да, мне приятно, что ты меня вспомнила. Оль, ну, конечно, кто в нашей стране, да и не только про нашу страну, они знают Василия Макаровича. Все знают, обожают поколение, выросли кумир. Очень интересно. Скажи, а ты-то его помнишь? Вы знаете, я его, конечно, плохо помню, если честно, признаться. Я, в общем-то, часто отвечаю именно так на этот вопрос. Но гораздо для меня важнее, что когда я вошла уже как бы в сознательный возраст, 23-24, постарше, и до сих пор, и это вообще путь познания отца в себе вот этого, чтобы он жил во мне, продолжал, это все до конца. Вот в глазах выражение глаз, вот прямо видно, папа, папа, и где-то мама. Скажи, пожалуйста, Тамарочка, а вот когда ты снималась с Василием Макаровичем, у тебя был шанс не влюбиться? В голову это не приходило, потому что у меня был бурный роман с моим сокурсником, с которым мы потом, 48 лет. Ну, думаешь, тебя только это спасло? Не знаю, может быть, и это. Мне как-то, Васька, как-то, ну, Васька, Васька, ну, чё, всё. Перед мотор, стоп, стоп, стоп. Чего себе! Вы знаете, вот Василий Шукшин для меня как раз вот есть и образ вот такой русский, образ прямой, сибиряк. Оль, скажи, в каком году ты уехала в Америку? А это было где-то начало 90-х. Потому что, потому что, вот, вот, всё, перестройка и вот эти возможности, и, а там случилось такое ЧП, у меня пропали документы в Нью-Йорке. И я задержалась там где-то, вот, ну, больше чем почти, почти год. Слушай, ну, она достаточно открытый человек, она вот, видно по взгляду её, и у неё есть какая-то грация. Вот я вижу какой-то вот стержень. Скажи, Оля, а первая любовь, вот такая настоящая, тебя где застала, в Америке или в России? Нет, это всё-таки в России, это было в ГИК, и я встретила брата Даниила, вот, и этот человек стал для меня абсолютно всем. Он стал отцом моего ребёнка, он начал формировать отношения к этому миру. А, ну, у тебя же был ещё брак ранее. Ой, это да, ну, знаете, вы меня должны понять, это студенческий брак, это в ГИТИСе. Скажи, а кто его разрушил? Знаете, было желание просто выпрыгнуть, получить штамп, это 20... Выпрыгнуть из семьи, из подосеки мамы? Конечно, да, и буквально через 6 месяцев сразу стали какие-то детали, факты, я не знаю, его бывшая жена приехала, они, кстати, работали у Зайцева в модельном бизнесе. Ну, не серьёзно, я же первый брак был. А ты уже была беременная? Ну, там был аборт, да, да, да. Скажи, а кто на аборте настоял? А вот мама, она причём не сама, она прислала ко мне переговорщика в лице Миши Аграновича, на тот момент отчима. И, ну, как-то они были убедительны, но в основном они осуждали вот его, говорили, там, они, это плохо, они, наверное, наркоманы, там, это, ну, то есть набор каких-то шаблонов. И, ну, как-то меня, видимо, несложно было убедить. То есть всё плохо, и на этом фоне сделать аборт, убить ребёнка, это вообще как бы ничего страшного, да? Да, вот вы знаете, эта трагедия страшная в моей жизни, потому что вот как раз тема абортов, вот это убийство детей в очреве, для меня потом стало главным мотивом вот этого покаяния, вот этого слёзного. Да, я всегда, когда работал, всегда был, женщина всех уговаривала, чтобы они не делали аборт, я против этого. А муж твой не отговаривал тебя, не говорил что-нибудь про живьём? Нет, нет, он отговаривал, он отговаривал, ну, видимо, всё распадалось, это на самом деле, действительно, это были не столько чувства, а такое студенчество и попытка вырваться из дома, просто почувствовать какой-то самостоятельность, штамп в паспорте. Вот такую самую самостоятельность ты почувствовала во втором браке, у вас родился ребёнок, и он нравился маме твой муж, или второй муж? Нет, она тоже его, как бы, не приняла. Вот, у меня вообще такое ощущение, я не знаю, кого бы она приняла, может быть, вот сейчас ей кто-то будет симпатичен. Вот вы знаете, да, вот я, я, Тамарочка, да. Моя мама на дух моего Володю не приняла, в отличие от отца, которые обожали друг друга, мама ни в коем случае, потому что, что это такое, я уже, знаешь, знаменитый после двух фёдоров, всё, это студент, это голь такая, нищета, знаешь, вообще нифига нет, абсолютно. Он говорит, а мне нужен генерал, мне нужно, я актриса. То есть, понимаешь, кажется, я никто, а мама моя там... Мама гордилась. И всё. И всё. И в отличие от моей родной мамы, вот, Володина мама просто меня, ну я не знаю, боготворила каждый божий день, покупала на центральном рынке вот такие вот розищи. Там, говорят, из-за того, что... Ты когда рожала, мама признала твой брак? Ну, в общем-то, да, она смирилась, но, понимаете, тут важно сказать, что этот брак не был в таком, как бы, стандартном понимании смысла этого слова, что вот, действительно, мы жили вместе с семьёй. Тут надо сказать сразу, что этот человек по натуре одинокий волк. Ну, есть такая натура. Володина, как ты думаешь, она может тебе ещё родить ребёнка в таком возрасте? Сможет? Ну, сейчас медицина такая, что всё могут. Как ты вдруг оказалась в изоляции, одна с ребёнком? Это был мой выбор. Это был мой выбор, да. Мы сбежали из Москвы, поэтому я абсолютно сознательно, да. И вот я думаю, что выход в религию, это был просто вот... Ну, другого выхода не было. Мне это успокоило, как-то гармонии внутри, в душе навело вот эта регулярная жизнь от поста к посту. Сын, я хотела, чтобы он воспитывался в мужской среде. Это был мужской монастырь, там этих послушников и монахов было очень много. Я, по-моему, заметил, у неё пирсинг здесь, да? Есть или это тебе показалось? Есть, есть. Скажи, а что потом случилось, что ты, как говоришь, опять вышла в этот свет, опять к нам вернулась? А это очень просто. Ребёнку 18 лет. Он вернулся в Москву. Это его стартовая площадка. Вот. А конфликт вышел в том, что он вернулся на квартиру к дедушке, а бабушка, ну, скажем так, мягко, не очень захотела подвинуться. Там четыре комнаты. Вот. И мы с ней абсолютно официально пополам собственники. Вот. Поэтому, в общем-то, по закону мы ничего не нарушили, но она дала нам понять в очень такой весьма неприглядной форме. И я попросила Васи на видео это снять. Это я где-то даже, может быть, не спрашивала. Обычно бабушки готовы спать в подъезде. Главное, чтобы было внукам хорошо. Да. Мне кажется. В этом деле. Ну, я надеюсь, что мы к этому и придём. Это их дело. И не наше дело рассуждать, обсуждать вот это и положение. Да нет, конечно, откуда мы там знаем? Абсолютно не наше дело. Это юные личные семейные дела. Ты молодая женщина, тебе 46 лет, ты очень красивая. Всё-таки ваша порода неубиенная. Что ты, что Маша, что Лида, вы все красавицы, конечно, нереальные. И чего хочется? Хочешь замуж, честно? Хочешь любви? Или хочешь какого-то другого покоя? Или кто зачем уйдёт в брак? Вот я, например, в последний брак шла точно не за страстями. Вот мне они были не нужны. Ну, да. Всё, я уже хотела покоя. Я уже хотела просыпаться и знать, что у меня сегодня точно так же, как было вчера. В этом моё счастье. Очень близко. Я прям вот ничего не буду говорить. Вот подписываюсь под каждым вашим... А кто-то хочет, наоборот... А для радости что-то не надо, что ли? А как по-стариковски в темноте да под одеяло? Лариса, у тебя, конечно, покой, у тебя ещё детей поднимать надо, а у нас... Вы же не хотите ещё детей рожать? А ей нужен мужчина-друг, но при этом, который... Нажлёжный человек. Оль, у тебя какой характер, скажи? Ну, у меня был взрывной характер раньше, по молодости, да. Потом религия немножко меня так сбалансировала, так сказать, холодным. С тобой легко договориться? Ну, сейчас я открыта. Я сейчас открыта к всему миру. И к мужчинам тоже? Ну, в пределах разумного. Три мужчины, которые буквально томятся в своих комнатах, знают, что придёт такая красавица, волнуются. Каких не будешь вообще рассматривать? Может быть, есть профессии отвратительные тебе? Вы знаете, за эти 18 лет я знаю, что я пропустила. Точно, совершенно. Я не увидела мир. Я вижу, как он сейчас многогранен, как он доступен. Но одна... Мне очень тяжело собраться. Я столько исторических памятников, архитектуры не посетила, ни Рим, ни... Вот сейчас... Поэтому тебе нужен мужчина, который будет с тобой путешествовать. Ну, вот... да. Я, образно говоря, тот мужчина, который уже заработал, и который может себе позволить жить на дивиденды, да? Ну, конечно, чтобы... Чтобы не с Василий прежде вечера, каждый день. А потом приходил бы и падал без ног на диван. Нет, 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 я сама без ног. Поэтому, не-не-не, это меня надо нести и жалеть. Нужен здоровый, конечно, общительный человек, который... Действительно, общение... Здоровый, общительный. Да, да, да. Ты сможешь полюбить эту женщину? Полюбить. Ну, пока трудно сказать так вот, не знаю я. Знаете, как говорится, вам нужен мужчина, который влюбится в вас, а вы влюбитесь в него, вот на этом фоне, ну, и как-то расцветете, а там же решать будете, что делать. Знаете, единственное, что в вашей натальной карте на ближайший год сигналит о каких-то возможностях чувств, это транзиты урана к Венере. Они редко дают отношения очень серьезные, стабильные, которые человеку полностью осчастливливают. Но они точно меняют жизнь. Поэтому я считаю, что вам сейчас не нужно и гоняться, и ждать мужчину, который придет абсолютным счастьем сразу. Но мне кажется, вы достаточно адекватны для того, чтобы не требовать этого от жизни. Но то, что может в ближайшее время появиться мужчина, который эту жизнь разнообразит, облегчит и каким-то образом новые горизонты откроет, мне это совершенно понятно. Мне уже хочется скорее выйти, живем увидеть ее и сказать ей несколько приятных слов, и насмотреться на эту женщину. После рекламы невеста познакомится с первым женихом. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Ольга. Встречайте жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Не грусти, Любушка. Не надо. Глянь кругом, сколько людей добрых. Ну перестань. Надо жить, надо главное... Ну какие вы... Правильно, жить. Он очень красивый. Зачем так я красивый? Здравствуйте. Здравствуйте. Я начал наше знакомство со слов вашего... Простите, пожалуйста, я просто это... Я вас понимаю. Со слов, которые написал Василий Макарович. Уф. Здравствуйте, Ольга, меня зовут Эль Сур. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, так приятно. Проходите. Уф. Эль Сур, 46 лет. Предприниматель в сфере развлечений. Состоит в Ассоциации каскадеров России, хорошо готовит и поет. Считает себя страстным поклонником творчества Василия Шукшина. Гордится своими детьми, мечтает стать всемирно известным художником. Эль Сур был дважды женат, но как только чувства остывали, он уходил из семьи. Надеется, что с Ольгой ему всегда будет интересно. Ольга, а что тебя так смутило, скажи? Такая реакция была. Первый раз за 6 лет вижу у нее такую реакцию. Я сам не ждал. Ну, простите, я... На кого ты похож? Нет. Ну, во-первых, просто... Ну, я не знаю, я ценю... Как бы, я вижу эстетику, красоту и... И все. На Рашкапур, это оцениваю. Это просто твой психотип. Ты посмотри, она расцвела. Она расцвела. На Рашкапур похож очень. Да, да, да. Меня часто будут оценить. Нет, Рашкапур на него похож. Мы еще пока не знаем, но он не будет петь обороня. Что это у вас такое красивое? У меня есть небольшие презенты для вас, уважаемые ведущие. Это наши национальные платки. Называются Яулык. И вот мы подумали, я подумал, решил предпринести вам эти подарки. Ой, Роза прямо будет счастлива. Подарки, подарки очень... Подарки оригинальные, да? У меня еще есть подарок для нашей героини. Я художник, и я постарался вот в графике запечатлеть образ вашего папы. Разрешите вам? Спасибо большое, спасибо. Ой, какой красивый. Я думаю, очень достойный конкурент. Инсур, а чем вас привлекает творчество Василия Макарча? Дело в том, что я родился в Сибири. И когда я был маленький, у нас все ходили на картошку. И мы с папой ходили на картошку. Я говорил папе, пап, посмотри, какая кругом красота. Вот наша сибирская, эти березы, эти речки, эти луга. И он говорит, слушай, а ты никогда не читал Василия Шукшина? Я говорю, нет. Он говорит, так ты почитай. Он так это описывает. С того момента я полюбил. И теперь периодически всегда перечитываю рассказы. Да, но он не писал, что если влюбился, надо жениться в 16 лет, как вы. Да. Почему вдруг так рано женились? Объясните. Ну, познакомились мы в танцевальном ансамбле, мы вместе плясали. И это была моя первая любовь. Сколько прожили? Мы прожили вместе чуть больше двух лет. Дети родились? Да, у нас есть сын. А что вас развело? Во-первых, она была русская, я как бы татарин, и ее родственники немножко не принимали. Но потом в итоге мы, естественно, нашли общие. Дети, потому что дети. Соответственно, ребенок и соответственно, женился. Он, по-моему, больше на розу смотрит. Надо, да, на Ольгу смотреть, как-то мало. Как она одела платок, так уже все. А когда вы женились второй раз? По любви? Второй раз я приехал в Москву и начал искать себя в Москве. Даже было время, когда я работал на рынке. Я познакомился с девушкой на вечере у своего друга. И в этот же вечер я предложил ей проводить ее до дома. Она мне сказала сразу, что для меня было как-то странно. Он говорит, а покажи паспорт. Я показываю паспорт, он посмотрел, разведен. Ну, все, пойдем провожать. Я провожал ее до шести часов утра. Наверное, Розина советы послушала. А лучше квартиру посмотреть, покажи. А лучше квартиру. Чего не спрашивается, паспорта? Ну, понятно. Мы ходили вокруг ее дома до шести часов утра. И в конце я сказала, слушай, я так мотаюсь по жизни. Мне уже устало. Слушай, будешь моей женой? Она мне сказала, да я согласен. С этого момента мы больше не расставались. И сколько лет не расставались? 19 лет. 19 лет во втором брайке? Серьезно? За этот период у нас родились четверо прекрасных детей. Ой, прекрасно. 19 лет, четверо детей. И какой бес вас попутал? Почему вы расстались? Сейчас можно говорить то, что в разводе виноваты оба. И он, и она, и нас. Кроме четверых детей. Конечно, вы оба виноваты. Кроме четверых детей, да. Конечно, все шишки были на меня, потому что изначально меня кое-кто с ее стороны не приняли опять так же. Ну, да. Слушай, не... Слушай, не... Слушай, не... Слушай, не... Слушай, не... Слушай, не... Ну, неизвестно, воспитал ли человек четверых детей, если... Они же не одновременно появились, последовательно. И он сейчас здесь, ищет новую жену, а они там с мамой растут. Ну, тещи, понимаете, за 19 лет уже с тещей можно было найти либо общий язык. Вы знаете? Либо выбрать такую стратегию, чтобы она встречалась с детьми и с вашей женой, но с вами как можно реже, только на праздники. Ну, что-то можно было... Послушайте, вы же взрослая дядька. Мы так и делали до того момента, когда... Пока что? Пока в судьбе моей второй жены не появился мужчина. А-а-а... Это женщина с четырьмя-то детьми еще налево? Да, нет. А когда успевала? Ну, я бы сказала, не налево, а она шла еще в себе силы. Это просто... А когда успела-то? С четырьмя-то... А как узнали? Вопрос. Это произошло на ее день рождения. Мы отмечали ее день рождения, и она мне там вывела меня на улицу и сказала, что в моем месте, в моем сердце места больше для тебя нет. Я люблю другой мужчины. У меня ситуация такая же. Он 19 лет прожил, а у меня, получается, мы прожили... У тебя такая же ситуация. То есть его жена тоже от тебя ушла, да? Да, 21 год. А вы ей не изменяли? Потому что вы такой, конечно, красавчик, импозантный, такой ухоженный, художник, творческий, нужный музык. Может быть, ее заколебало вас ждать после очередной бабки, нет? У нас был период жизни, когда мы не жили вместе, и, соответственно, в этот момент у нас... у нее была своя судьба, у меня своя судьба. Потом мы сошлись. Ильсур, так может быть, вы ее за всю эту жизнь и так достали? Командировками, бабами, вместе не жили. Художник ушел рисовать. Да, художник от слова худо. Может быть, она думает про себя, пока я еще не старая бабка, пока мои дети не взрослые. Дай-ка я брошу этого своего Ильсурчика-бабника, найду-ка себе хоть приличного мужчину и отдохну в этом браке. Может быть, все вот так было? Может быть, и вы виноваты? Венера загадочно улыбается. Я себя вины не снимаю. Вот принцип у меня... Не надо никогда предавать. Всегда, в любом возрасте... Ну, если, значит, я проживу сто лет, то с Ольгой можно прожить от 50 до 100 лет. Ну, в принципе, если Ольга вам как бы это, мы бы его быстро пристроим на нашем сайте 2.tv. А я бы посмотрела на сайте. Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски мятежной Воротиться в старенький наш дом Я приду, когда рассну... Ну, поет так с чувством. С чувством, с душой поет. И молиться мне уже не надо К старому возврата больше нет Ты одна мне помощь, я отрада Ты одна мне несказанных слов Спасибо большое, спасибо вам огромное Проходите в свою комнату Держите меня и спасайте Я вот этих красавчиков ужасно боюсь Я такая слабая, вот, честная Очень слабая, слабая А я знаете, о чем сейчас подумала? Я об этом должна обязательно сказать Еще этим ключиком сразу он мне все это открыл Эту дверь и... Конечно, а детей от таких рожать Том, я просто ко всем обращаюсь Ко всем присутствующим Если вдруг так случится, жить мне 110 лет еще Не дай бог, пожалуйста, чтобы не было Вот вы две сидите, вот этой жестокого романса Я плачу, и здесь все плачут И на этом пустом месте какие-то цветы Вот прям в голову такая гадость Да что такое? Чтобы потом у Малахова никто не собирался И не вспоминал меня Ну, то, что ты нравишься женщинам Любить одну до конца и навсегда Оль, ну, красавчик, и все про себя знают А уж как запел, а встал стать Попа высокая, ноги стройные Ну, знаешь, а с другой стороны Оль, сколько ты из жизни? Во-первых, сколько ты пропустила еще? А что? Нужен вот такой, знаешь, весь такой душевный С гнилыми зубами С пляшиной Который будет лежать Вот такой, понимаешь, рядом с тобой И ты будешь Отворачиваться Уж лучше, как говорится Пять лет, но с таким Чем потом провожать В дальнюю дорожку В последний путь Какого-нибудь этого Кривоногого Ну, как вы думаете? Я думаю, что есть шанс С ума ты сошла, мать Да Я бы, я же, вот я тебе говорю Если не ты И если не наш сайт Я ему сама еще приплачу Чтобы что? И помогу Чтобы еще Насладиться бы этой жизнью Как говорится Я вам не верю Я уже как Третьяковская галерея Знаешь, вот не хочу больше на реставрацию Пока, кто знает, сколько это Я прям готова Так что не будь дурочкой Бери Вась, а что там По гороскопу-то Я так понимаю, что жена была До некоторой степени наивна По старой русской традиции Рожала детей Думала, что мужа будет удерживать Видимо, этим бесконечно Потом уже четверо появились Поняла, что это не вариант Лучше найти себе Другого возлюбленного и уйти В общем, нужна женщина Которая его будет сразу видеть насквозь Но такие тоже есть Молодец Она именно то сказала Что как оно и есть на самом деле Встречайте второго жениха АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ольга, люблю женщинам дарить цветы Одной – сияние мимозы Другой – изящность орхидеи А вам же только розы Спасибо большое Меня зовут Владимир Я думаю, мы с вами познакомимся Спасибо большое Очень приятно Спасибо Владимир, 51 год В прошлом акушер-гинеколог Сейчас работает в адвокатской конторе Увлекается хиромантией Строит печи Умеет вязать Любит копаться в земле И закатывать банки на зиму Мечтает о верной жене Владимир не раз прощал жене измену Но она продолжала гулять Надеется, что Ольга Не способна на предательство Боже мой Это что? Ну, на сегодня осень Пора сбора урожая Я вот хотел в вашей программе Подарить Вот это Все сокровища Все сокровища Которые вырастил своими руками Неужели Вот такая у меня Растет капуста Я прямо ее в лесу Чтоб не думали Я купил ее на рынке в Москве Так, вот это вот у нас Картошка Морковка растет Здесь огурчики закатанные Я сам закатываю их Ты посмотри У меня вот целый огород Спасибо большое Я уже своим глазом так смотрю Думаю, что поделить У них-то ручки, знаешь, заточены под одно место А я ведь еще... А у кого это под одно место? Как же тебе не стыдно, Лариса? Кабачки, лук Ты помидоры хотела? Нет, я лучку тоже возьму И кабачок возьму Поделим, девочки Спасибо большое Ты лучше картошку берешь Сама берешь Картошку Я картошку не ем И я не ем Он нашел подход к сердцу женщины Это продукты К ведущим он точно подход нашел Сегодня у всех будут борщи наваристые Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время После рекламы продолжим Потрясающе Это акушер-гинеколог А почему вы не стали работать по профессии? Хорошо, и деньги есть, как говорил мама И руки в тепле Я отработал акушер-гинекологом 15 лет Оперировал И в какой-то момент такая сложилась ситуация Когда был определенный конфликт на работе И надо было как-то дать грамотно ответить руководству юридическим Ну и не хватило знаний И думал, а почему-то я так вот Давайте лучше закончу юридический институт Который в Москве закончил И потом уже профессионально стал им давать отпор Мне кажется, он производит на него приятное впечатление По крайней мере, не шатирует Как обычно молодые Делали шашлыки Она выпила тогда довольно, так скажем, достаточно Я ее пытался увезти домой Она выкинула у меня ключи Пока я ключи искал Потом решил съездить за запасными Поскольку не мог их найти в траве К родителям Приехал, двери закрыты Попал в эту комнату Через окно Ну и видел картину неприглядную С кем она была? Она была с моим коллегой, с хирургом Я не пойму, как могла она такому мужчине Хозяйственному изменить Скажите, простили? Да, на тот раз простил Ну, посчитал, что выпила много Дети были маленькие Мальчик и девочка, в принципе, это Детей я очень любил И люблю А что-то изменилось в ваших отношениях? Не изменилось Не изменилось Ну, как бы уже доверия, такого не было все равно То есть, где-то она пропала Она телефон не ответила Уже мысли были где-то опять Вот что-то делали А когда еще раз ее? И потом, где-то это уже через пять лет И как вы? Не ударили, не схватили? А что, не спросили, что тебе не хватает? Не знаю Что со мной не так? Я что-нибудь делаю не так? Скажи, научи И Тамара, что, вот она бы сказала Ну, не знаю Все с тобой не так Ну, и что это? С чему это? Не знаю, в это время я дом строил Может быть, я виноват Все вот был на... Не виноват был, если бы пил горькую в канаве А дом строил для детей, для семьи Для детей, конечно, я что-то была А у вас, значит, и домик есть У меня свой дом двухэтажный, свой дом Около дома огород Что вы говорите? А где ваш дом? Это город Ельск, Архангельская область Просто на экскурсию хочешь съездить? А давайте видео посмотрим На экскурсию хочешь съездить? А я сейчас и так буду на экскурсии За моей спиной находится дом Который я построил своими руками На балконе цветы Который я также посадил сам огород Как вы видите, восемь полос картошки Мы садим Картошка уже вся выкопана Убрана в подвал Это моя баня Которую я построил два года назад Сам ее всю отшлифовал шлифовальной машинкой Сам все покрасил растворами Сам врезал входные двери Вот осталось в бане сделать крышу Покрыть ее металлочерепицей Володь, скажите А родители не видели, кого вы привели В качестве невестки? С родителями был скандал В первый месяц Предупреждали? Да, да Говорили, Вовка Зачем тут? Она тем более с Краснодарского края Она не там, где я живу Есть такой тип женщин Которые гуляли, гуляли И будут гулять Мне кажется, она впечатлена Жили мы у родителей И в какой-то момент Она без меня была в это время На работе в родительном отделении Она там какой-то у них конфликт Она ногой выбила дверь Опа Деревянный такой, пролет нижний И ее отец, соответственно, выгнал Ну, в общем, если бы послушали своих родителей То не разделить бы эти детки ваши сейчас И кто знает, какая бы была судьба Вы знаете, да, поэтому Вы в самом расцвете 51 год Перед вами сидит красавица Да Вот мужик Правильно? Тут и вопросов-то, в общем-то, и нет Он, конечно, хозяйственный Надежный Но, не знаю, романтику он ей даст или нет Он очень похож, кстати, на Шукшина Вот это своей хваткостью, наверное, к работе Слушайте, после таких подарков Мне как-то даже совестно просить вас показать сюрприз Вы приготовили? Да, конечно, приготовили А вам нужно подготовиться или как-то? Ну, да, надо подготовиться Ты красавица такая Да Она достигла всего в жизни У нее все есть Ты так считаешь? Ей нужно друг и романтик И, может быть, любовь Говоряться в грядках точно не будет Мне звезда упала на ладошку Я ее спросил Откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко Я с такой летела высоты А потом добавила сверкая Словно колокольчик прозвенел Не смотрите, что невеликая Я умею делать много дел Вам необходимо только вспомнить Что для вас важней всего на свете Я могу желание исполнить Я все время занимаюсь этим Очень искренняя манера пения Без пафоса ложного Говорил я долго, но напрасно Долго, слишком долго говорил Не ответив мне Звезда погасла Было у нее немного сил Владимир, огромное вам спасибо Проходите в свою комнату Ларис, а одну секундочку Виктор хотел задать вопрос Да, давайте дадим слово Я скорее не вопрос задать Просто редко выпадает такой случай Сидеть за одним столом С такими прекрасными людьми Тамара Петровна Вам симпатия за вашу творческую жизнь Вы выглядите очень молодо Прекрасно У вас нет возраста Да, я от 40 до 140 Вы прекрасна От 40 до 140 Отличная шутка Что касается вас Просто восхищаюсь вами Видно, что вы страдали Но вы чистый человек У вас чистота внутри У вас женщина настоящая И которая вот еще до конца Как зимняя вишня Не востребована И мне кажется Нужен такой вам мужчина Который вас и счастливит Это А что, друг не способен, что ли? Я бы с удовольствием Они сейчас его поженят Ну а почему бы нет? Если вам выяснится, что он холостой Они сейчас его еще поженят Василиса, Роза, простите Я хочу огромную симпатию выразить Я в 83-м году учился В музыкальном училище В городе Кострома Там снимался фильм Я впервые увидел женщину Девушку, извините Девушку красивую Она еще была неизвестной актрисой Это был фильм Жестокий романс Мы ходили смотреть на съемки фильма Приходил автобус с актерами Выходили там Алиса Фрэнли Бурков там, да И вдруг в ипархии Такая в джинсах Красивая брюнетка Это была Лариса Гузеева 40 килограмм сочек Я вам от души хочу признаться В любви Вы на самом деле Я хочу сейчас За всех мужчин сказать Нашей страны Которые вот Не могут попасть на экран Как бы и сказать вам Вы на самом деле Чистая Красивая Вы настоящая Вы настоящая женщина Ай какой молодец Молодец Очень хорошо сказал Витя Кабин Скажи Твой друг Уже и так Я говорю Вот ты знаешь Просто сегодня Повесть о настоящем человеке Спасибо вам Спасибо Даже как-то обсуждать Из-за глаза Язык не поворачиваю Роза Что рост Массаж точно сделает Я вообще врачей люблю Особенно под старостью А я думаю Он еще на воздухе На чистом На чистых экологических продуктах Да и сголодался По бабам У себя в деревне Да в банке На паре Вы не могли без этой ноты Вот мне не могла А что А у нас тут прям Гинекологи Которые в адвокаты Каждый же приходит Роза Прекрасно Там такая атмосфера За столом Прелесть Просто как На облаке счастья Там находишься Тебе как? Очень понравился И мужчина Который Обладает Редким На мой взгляд Качеством Мягким Авторитетом Соединение солнца Со стороны женщины Но и самоотдачу Вот ты сейчас За столом сидел Видел Вот непосредственно Вживую Вот эту вот Прекрасную чистую женщину Как твое Сердечко Ёкнуло Нет? Ёкнуло Олечка Вот как он На тебя Хотел Произвести Впечатление Вот как он Старался И задарил И показал И спел Так что ты можешь Пойти Либо сразу К нему Либо у нас Есть еще Один жених Нет Надо Посмотреть Проходи Здравствуйте Ольга Здравствуйте Очень приятно С вами познакомиться Спасибо Я очень много Путешествовал И надеюсь Что пригласит вас В путешествие И надеюсь Что оно будет Кругосветным Спасибо Очень заманчивое Предложение Спасибо Константин 47 лет Треволок Пишет книги И путеводители Фотографирует Культурные памятники Занимается Волонтерской деятельностью Предупреждает Что его будущей жене Придется подружиться С его мамой И ухаживать за ней Мечтает пожить С монахами на Афоне Константин Никогда не испытывал Особой страсти В отношении С девушками А та Которая серьезно Запала ему в сердце Ушла в монастырь Надеется Что Ольга Всегда будет рядом Скажите Вы Так сказать В своей заявке Объявили Что ваша будущая жена Должна будет Подружиться с вашей мамой За мамой ухаживать Мама болеет? Нет Пока у нас все в порядке Сколько маме-то? Нет Сколько? Маме больше 70 Не ну понятно Что на помойку Ее не выбросите Когда ей будет там 100 110 лет Понятно Что она будет с вами Но это для вас Прям являетесь Каким-то непременным условием Что жена должна Должна ухаживать Нет Это не является Непременным условием Константин От своих слов Я все понимаю Увидели красавицу Уже мозг потек Как вы считаете Ольге нужен такой мужик? Не знаю Ей не нужен еще один ребенок У вас есть видео С вашей мамой Так может быть Сразу и посмотрим Здравствуйте К сожалению Не могу присутствовать На вашей передаче Но хочу сказать Несколько слов О своем сыне Он надежный И ответственный человек Который никогда не подведет У него два образования Художественное и техническое Он работает дизайнером Оформителем И мама молодец Скажи Мама молодец Молодец она На все Он добрый И заботливый сын Надеюсь Будет таким же мужем И отцом Он очень хочет Создать свою дружную Крепкую семью Буду рада С вами лично Познакомиться И пообщаться До свидания Желаю здоровья И удачи Я вот не понял Зачем было Поставить это видео Почему он сам Не мог сказать это Почему должна За это То что он такой хороший Говорит его мама Ну он наверное Считает Что он такой Воспитанный Он не может Вот это о себе Рассказывать Константин Ни разу Не умирал От любви Он не женат Окруженно У него очень много Женщин Подруг Живет до сих пор С мамой Что бы это значило У Константина Было несколько романов Насколько мне известно Достаточно страстных И то что он живет С мамой Это говорит Про его ответственность И про заботу о ней Потому что она его воспитала И такое часто бывает По сути мама По сути мама По сути мама такой Женщин С накрашенными губами Со стрижечкой Такой сидит Еще Да Она внуков хочет Конечно Мы продолжим После рекламы Вы приводите женщину И она не нравится Вашей маме Например И мама вам об этом говорит До свидания Чье за кем Будет последнее слово Ну дело в том Что у меня уже была Такая ситуация Когда я приводил Девушку домой Она честно говоря Говорила Что она ей не нравится Но у нас с ней Продолжался роман И Но вы чувствовали себя Дискомфортно Правда? Нет Я так не завис Вы коллега Вы знакома с мамой? Я не знакома лично Не настолько мама Пропитывает жизнь Константина Константин самостоятельный Очень самодостаточный человек Он действительно уже очень давно Ищет свою половинку Ситуации не было А как вы думаете? И где эта девушка Которая маме не понравилась? Да Нету этой девушки Вот Светлана такая чистенькая Ее хочется Нежно-нежно Все и сцеловать Константин Заживите взрослой жизни Если вы достаточно Зарабатываете У мамы наверняка За 70 Как вы сказали С лишним лет Есть подруги Есть родственники И пусть мама проживает жизнь С 70-летней женщиной Пусть оставит вас в покое Пока мама жива Мама будет так его и опекать Ну Поэтому он не женился Никогда Покажешься сюрприз Приготовили? Да Пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Можно вас пригласить И тут такой Нам приготовили Сеновал Уголок Да Алтайского края И Присаживай Мне бы хотелось Чтобы мы с вами Попробовали Из этих цветов Это из Алтая Ооо Надо же Васильки Надо же Сразу на сеновал Вот как Молодец А вы думали Что он к маме сидит Попробовали Сплести венок Я Да Давайте вместе Попробуем Значит Я так думаю Так Вот так Я помню Только они ломаются Там ромашки Они помягче были В итоге должно Получиться Что-то такое Да Ааа Да 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 Конечно Да Спасибо Спасибо Ну я от него Не ожидала Такого сюрприза Чтобы он Венки плел Романтик Спасибо Очень приятно Красивый А тут вот целый мешок Солтай Перед травами Их можно заваривать И делать из них чай Ой это потрясающе Это Это такая Лечебная трава Я обожаю Спасибо большое Это даже многое Спасибо Константин Проходите Со Светланой В свою комнату Я знаете О чем думаю Вот неужели Женщины Сами не понимают Как они портят Жизнь своим детям Уродуют Да Жизнь Портят Вот по нему Видно Что он в такие рамки Загнан Вот как он разговаривает Он хороший человек На лбу написано Хороший человек Мамка такая здоровая Которая внушила ему Он говорит Что мама больная Ей нужно помогать Понимаешь Они живут И переживают Ой ну это Грустно Нельзя так говорить А если сын Еще и оказывается Сам недостаточно Способного К борьбе Против вот этого Материнского диктата Почему у него Он же все время Сбегает На Гоа В Таиланд В Индии Тем не менее Он борется Ее до смерти Нет Он нашел А он нашел выход Да Куда Ты Митикой звали Понимаешь Конечно Я это понимаю Я вижу единственный выход Вообще для этого И фиксированного знака Куча всего в 12 доме Человек очень закрытый Никогда До конца Вы его не узнаете Сам по себе Он достаточно скучный Но будем откровенны Такого экшена Он сам по себе не производит Садится И встает В закрытом костюме Мама так приучила Даже на сеновале Он не расстегнул Пуговицы Мама приучила Я понимаю Причина Вот Так вот я вижу Единственный способ Для этого Фиксированного товарища Ему нужно пойти в разнос Сейчас нужна молодая Веселая Которая с него сорвет Вот этот вот пиджак Да я просто нужна Обзачем молодая Она понимает Она понимает Может быть где-то Есть смысл прислушаться Не в полном масштабе А в плане вот Самостоятельной жизни Кость Камарочка Как Оля Ёкнет Даниил Ну я не знаю Я могу сказать Что они все Три достойных Человека Я просто За всех Ольга Понравилась тебе? Ну Ольга понравилась Да Но мне кажется Что она Несколько холодная Оля Кто тебе понравился? Вы знаете Я тоже хотела Поблагодарить всех Кто пришел И на передачу И как будто бы Хотели познакомиться Со мной Я ужасно растеряна Я готова уважать всех Тогда мы будем тебе советовать Да пожалуйста Вот хочешь колотиться В страстях Вспомнить молодость Сидеть на телефоне Рыдать Но при этом Помолодеешь Пострижешься Будешь носить короткие юбки Тогда Эльсур О да Все для меня Короткие юбки Хочешь достойной жизни Достойной женщины В покое В красоте В радости Кстати и физической тоже То это Владимир Константин Тоже Повод для страстей Понимаешь В конце концов Можно в себе Вспомнить Или какую-то Ковырнуть Солоху И начать воспитывать Его маму Выйдешь Костя Если Ольга придет за тобой Ну да Я своим невестам Моложе правда Всегда говорю Что вот есть время Для замуж Для того чтобы замуж выходить А есть время для любви Ну часто не совпадает Вот хотелось бы Кому редко Кому так везет Вот мне кажется Что как раз пришло Время для любви Эльсурчик Пойди знаешь Сколько нам тут Чего отмерено Для любви прекрасный возраст Я могу дать любовь Это мой мир Дать любовь Эльсур красавчик Это для всех А тебе это надо Чтоб тебе звонили Говорят Твоего сегодня видели Там Твоего сегодня С Розы Сибитовой Видели Зачем тебе это надо А звезды Вам положено Быть счастливой Я считаю Что женское счастье Единственный путь К нему Среди трех героев Это только Владимир Попробуйте обязательно И постарайтесь Не ставить свои интересы Выше его интереса Попробуйте точно Ты можешь думать Еще минутку Пока Василиса Очередной прогноз Я хочу рассказать О потенциально Везучих людях Но на месяц октябрь Итак Иногда для нас счастье Это выступить Учителем для окружающих Мы все это очень любим Приятно Когда к тебе прислушиваются И вот Взять на себя эту роль Полноценно смогут В октябре 2014 года Те кто родились С 7 по 11 апреля С 9 по 14 августа И с 8 по 13 декабря Ну и наконец То чего многие ждут Финансовая удача Неожиданная Например В виде попрошенной У начальника Прибавки к заработной плате Или какого-то отпуска Внепланового Вы тоже считаете Внезапная удача Она может ожидать Тех кто родился С 22 июля По 14 ноября 59 года В первой половине 60 года С 4 января По 18 июня 85 И в октябре Ноябре 86 года Только не сидите Пожалуйста на месте Оглянитесь вокруг себя Юпитер будет делать Хорошие аспекты К вашему урану А значит Вот это самое неожиданное Счастье может привалить Просто найдите Откуда оно может быть Где его источник И вполне вероятно Оно сложится Спасибо Олечка В любом случае Мы тебя поддержим Проходи туда Куда ты решила Наши будущие герои Ждут ваших откликов Отправляйте смс С их номером По телефону 4151 Олег 28 лет Номер 3501 Заместитель начальника Отдела по работе С имуществом В крупной компании Любит спорт И активный отдых Мечтает построить Большой дом с бассейном И обзавестись Двумя детьми Познакомится Со стройной Доброй девушкой Славянской внешности Александр 35 лет Номер 3502 Работает В московском такси Увлекается Спелеологией Автомобилями Активно занимается Спортом И совсем не употребляет Алкоголь Читает книги По психологии И эзотерике Ищет высокую Темпераментную девушку С хорошей фигурой И мягким характером Мы не знаем Ведет Ольга Одна или с избранником Я приглашаю всех Выйти и ее поддержать Здравствуйте Я очень рад Да Володя Мы попить Мы все решим Очень рад У нас есть пара Ольга и Владимир Если вы одиноки Заполняете анкету На сайте Первого канала Если вам понравилось Кто-то из участников Сегодняшней программы И вы хотите С ним познакомиться Отправляйте смс К имени-героя На номер 4151 А я Лариса Гузеева Желаю Чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай Пожелимся Удачи Варвара Вот вы работаете Со змеями А я с Розой И как вы думаете Кому опаснее Посмотри Не отказалась Мне очень приятно Что у меня от вас Будет частичка Вот я например В 25 лет Себя чувствовала Уже безнадежно пожилой Я думаю Что ни один мужчина Мне не изменял За полтора месяца Можешь настолько Наколбасить Я мужчина Который я сам буду Выбирать Моя девушка Хватит вам быть В роли дрессировщика Иногда нужно Побыть и в роли льва Вот такая Котя моя хорошая Жалкая Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин